Добрый день, дорогие мои друзья! Настало время рассказать свою историю. Вы задаете вопросы, я сегодня постараюсь на них ответить. Сегодня вы меня знаете как эксперта в шитье по индивидуальным заказам, эксперта в хорошем точном крое, в какой-то степени в технологии, в организации вот этого процесса создания нашей одежды. Но я ведь не всегда была такой. Сегодня у меня написано много-много книг, у меня есть каналы, я представлена во всех абсолютно социальных сетях, где только меня уже нет. У меня есть ученики по всему миру, наши русскоговорящие барышни. Они есть и в Израиле, они есть и в Европе во всех странах, они есть и в Америке, даже и в Сирии последний раз было, и в Южной Африке, и в Австралии, и откуда-откуда только не прилетают ваши весточки, ваши слова признания, благодарности, просьба помочь купить книги и так далее, и так далее. Но я не всегда была такой. Вернемся на 60 лет назад. Сегодня мне 64 года. Когда мне было примерно лет 5, жила в маленьком городке, в городе Касли, Челябинской области. Каслинская литьё знаменитая, может быть, вы знаете, встречалась вам когда-то, чугунная, очень красивая, художественные работы такие, бесподобные были. Но сейчас оно тоже немножечко живо. Так вот, мы тогда все дети были предоставлены сами себе. Нас растила улица. Родители уходили на работу, а мы выходили все во двор. Теперь общались во дворе друг с другом. Старшие дети общались с младшими детьми. Как-то все друг другу помогали, как-то все с друг другом дружили. И вот старшие девочки мне говорят, Галя, почему у тебя платьишко, скажи маме, почему у тебя штанишки выглядывают из-под платьишка? Это неправильно, это нехорошо. Скажи маме, чтобы, говорит, у тебя платьишко было подлиннее или штанишки были покороче? Я не поняла, но пришла маме, сказала. А мамочка моя говорит, Галинка, ну чистенько ведь и хорошо. И вот как-то, знаете, сразу тогда, вот с этих вот её слов, и мне стало понятно, что спасение утопающих делал рук самих утопающих. Тогда я впервые осознала, насколько важно выглядеть внешне достойно, прилично, так сказать, чтобы тебе не делали вот таких вот замечаний в какой-то степени немножко обидных для меня, да. Ещё другой случай был. Я уже ходила в детский садик, туда я ходить, надо сказать, не очень любила, потому что, ну, так же вот, встречали меня по одёжке. А одёжка была у меня чистенькая, одним словом. И помню, воспитательницы говорят друг с другом. Вот можно было дать Гале Беляевой стихотворение прочитать, но ведь на утреннике же она выглядит как. Её же нельзя выпустить на утренник, потому что у неё нет приличного платья. Я тогда зацепилась за это, немножко мне стало обидно, а стихов я, надо сказать, знала много. Дедушка мой был когда-то учителем, и, собственно, он меня и растил, когда я была маленькая. Я маме об этом рассказала, мама тоже обиделась, и тогда мне сшили первое беленькое такое платье. Завязали два белых бантика, я вышла в серединку комнаты на каком-то утреннике и рассказала, это было моё первое публичное выступление на публике. Все были счастливы. Но, тем не менее, вот это был второй эпизод, который зародил во мне мысль о том, что одежда имеет достаточно большое значение для нас всех. Потому что никому не хочется выглядеть гадким утёнком, никому не хочется слышать в свой адрес какие-то нелестные оценки, выражения. И всё. Третий фактор, который был. Девочка у меня, соседка была Таня, и у неё были маленькие вот такие вот куколки. И мы вот таким маленьким куколкам шили одежду. Из маленьких тряпочек мы собирались и часами, и ниточкой с иголочкой мы шили одежду. Это всё пять лет. Пять-шесть от силы лет я ещё не ходила в школу. Потом тоже в те же самые пять лет произошла у меня ещё одна судьбоносная, так сказать, встреча. Я также на нашей улице познакомилась со своей соседкой, маленькой, красивой, с большими бантиками, в красивом платьице, девочкой Олей. Она была меня на два года младше. Она для меня была живой куклой, образец для подражания. Такая красивенькая, такая хорошенькая, глаза огромные, голубые, два банта и красивая коротенькая маленькая платьица. Я взяла её за ручку, отвела к себе домой. И так мы с ней подружились и дружим до сих пор. Сколько лет прошло, но мы, как родные сёстры, может быть, даже роднее родных, Оленька, привет, если ты меня слышишь. Люблю и уважаю и ценю до сих пор наше общение. Так вот, мама, с тех пор мы стали ходить друг к другу в гости. Мне, конечно, тогда попало, Олю потеряли, потому что я её отвела к себе домой, и там мы с ней общались долго. Но в конце концов всё кончилось хорошо. Так вот, мама у этой Оли, тётя Рая, оказалась деревенской портнихой. Я стала бывать у них часто дома и наблюдать, как она окроит. Она берёт сантиметровую ленточку, здесь померяет, там отложит. Стол стоял у неё посередине комнаты. Вот. Там померяет, тут отложит. Я не задавала ни одного вопроса, кто я такая была. В школу ещё не ходила, помню, это рано очень началось, да. И приходила домой, годам к шести, к семи уже примерно, наверное, и просила у мамы тряпочку. И пыталась повторить то, что делает она. И первые вещички, помню, я училась в классе в первом, наверное, мне было лет семь. Это я сознательно сделала нам два новогодних костюма с Ольгой. То есть она была у меня звёздочка, а я была у них ночка. Я покрасила белую бязь в синий цвет чернилами, наклеила туда каких-то звёздочек из золотинки вырезанных. Вот. Это были мои первые наряды. Не помню уже, конечно, там деталей каких-то. Но это сделано было своими руками, без посторонней помощи абсолютно. Дети росли тогда так, что дома наряжалась ёлка у этой же тёти Раи. Тёти Раи брала гитару в руки, играла на гитаре. Мы с Ольгой пели песни, разучивали какие-то танцы, устраивали какие-то концерты. Ну, в общем, хорошее у меня было детство. А я, в свою очередь, Ольгу таскала за собой по всем этим. У папы, мама с папой куда-то ездили. У папы был мотоцикл. И мы вот ездили, значит, куда-то там в лес, по грибы, по ягоды. И брали за собой вот эту мою Ольгу. Но я отвлеклась. Вот это были мои опыты и были первые шаги. И такое мне это удовольствие доставляло делать что-то своими руками. Как шить платьишки на кукол, как шить новогодние костюмы. И очень быстро я начала делать себе какие-то воротнички сначала на форму. Пробовала вязать. Вязать мне тоже нравилось. Я вязала такие красивые кружевные воротнички крючком, беленькими ниточками. Но это было долго. А мне хотелось, как всегда, увидеть результат побыстрее. И поэтому уже с класса, наверное, шестого-седьмого я начала себе не только воротнички шить. Сначала фарточки беленькие, черненькие, тогда у нас была форма. А потом и школьная платьица. То есть я его шила уже из такой ткани, какой мне самой хотелось. Хотя выбор там был у нас, сами знаете, какой. Невелик. Это были 60-е годы. Конечно же. Никаких журналов у меня не было. Были только журналы «Крестьянка», «Работница». Я выискивала материалы где только могла. Какие-то книжки по домоводству находила. Несказанно была рада, когда нашла «Линжака». «Линжака» мне очень-очень нравится до сих пор в части моделирования. Но когда я попыталась построить основку или базовую конструкцию, как я ее называю, то результат меня, как говорится, не обрадовал. А я все время старалась, утирая на какие-то навыки, когда она меряет и откладывает, меряет и откладывает, подружить, объединить вот с такими общепринятыми какими-то построениями, которые в разных журналах домоводства, например, в книгах по домоводству показывали, или тот же «Линжак». То есть я все время искала какой-то микс, искала, как это усовершенствовать. Уже в классе 7-8 у нас была такая дружная девичья компания, Триоли, Наташа. Мы собирались в выходной день у кого-то дома, где родителей не было. И пока девчонки разговаривали там про мальчишек, я кому-то обязательно краила, примеряла, и потом сшивала это платьишко. Говорила, только помню тогда, что обметывать будешь сама, никаких зигзагов не было. Была одна прямострочная вот такая вот машинка. И все. И девчонки обметывали, и были счастливы. И я была счастлива, что я могу тоже этих девочек потом как-то принарядить. Кто-то из этих девочек любил шить. Оля была у нас горбатого, сейчас она лебедева. Она шила сама. Я в основном помогала ей только в крое. Она тоже любила это делать. Оля Черкина, которая сейчас в банных, она как-то далековато была от этого. Но она была нашей душой, совестью, справедливостью какой-то. Чего-то мы не устраивали. Такая у нас была хорошая жизнь. Ну и Оля Бугаева, она была такая немножко рядышком, особняком чуть-чуть стояла. Но она была очень нежная, добрая, красивая. И мы очень-очень все любили проводить время все вместе. Вот. Когда я заканчивала школу, ну я уже начала шить себе абсолютно все. Когда я заканчивала школу, я помню, тогда девчонкам шила какие-то выпускные платья. В 10 классе разные, причем из разных сложных тканей. И гипер у нас был, и такая ткань, которая называлась космос. Сейчас она называется как бы жаккард, да? Такая немножко двойная, тройная тряпочка. И вот так вот мы закончили школу. Но пойти по стопам своего хобби, своей страсти, своего увлечения, я тогда не решилась, потому что по одной простой причине, что чтобы поступить в технологический вуз, я жила в городке Маленьком Косли, Челябинской области. Он был тогда в Иваново, в Ташкенте был, Москву я почему-то даже не рассматривала, помню тогда. И я понимала, что уехав туда, и если вдруг мне не удастся сдать экзамены, я с провалом вернусь обратно, я потрачу очень много денежных средств и чувство ответственности перед родителями. Они у меня были людьми совершенно обычными, небогатыми. Папа был водителем, безумно любящим свое дело. Мама была бухгалтером, тоже знала эту свою работу от и до. Ну какие у них были тогда зарплаты, сами понимаете. И поэтому я не могла себе такой роскошь позволить, как риск поехать, потратить деньги и не поступить. И поэтому я решила не рисковать. Все учителя хором еще тогда говорили мне, что Галя, тебе нужно быть учителем, потому что это твое, потому что это тебе дано, потому что тебе нужно быть педагогом. И еще одно, я хочу сказать слова благодарности своему педагогу, учителю по математике Валентине Давыдовне Набедрик. Потому что именно она сделала из меня того человека, ту личность, какой я стала впоследствии. Она была строга. Она же так это очень ко мне подходило требовательно, но она и вкладывала в меня очень много. Она очень рано класса с пятого разглядела во мне какие-то математические способности. Было даже одно время у нее идея перешагнуть со мной вместе в седьмой класс. Но мама моя в последний момент отказалась от этого, решила не травмировать мою психику. Хотя уже все договоренности с преподавателями были, тогда это было не очень-то и принято. Так вот эта Валентина Давыдовна Набедрик, как-то помню, училась я в шестом классе. Она провела урок по геометрии, а во время этого урока она, как она обычно проводила уроки, она проверяла домашнее задание и когда переходила к новому материалу, она говорила, так, сегодня мы рассмотрим, допустим, такую-то теорему. Галя Беляева, иди к доске. Она ставила задачу, а Галя Беляева эту задачу решала. Потому что в математике все настолько завязано друг с другом, все начинается от простого к сложному. То есть если ты хорошо усваиваешь основу, самое главное это начало, и оно у тебя держится постоянно в голове, дальше построить продолжение этого начала ничего не стоит, потому что все опирается на ранее пройденный материал. И мне это было так понятно, и мне это было так легко, я все это помнила, я все это легко воспроизводила. И я объясняла этот новый материал, вот эту новую теорему доказывала. А потом она подходит ко мне после урока и говорит, Галя, ты знаешь, мне надо, говорит, отлучиться, иди в 6-й Б, проведи там, говорит, за меня урок. Точно так же, как я сегодня провела вот этот. Я немножко растерялась, опешила, но тут же взяла себя в руки 6-й класс, это сколько же мне было тогда лет? Ну, лет, наверное, 12, да, мне было. Я пошла. Что мне было делать? Вы представить себе не можете, какой это был для меня, ну, фурор, что ли. На удивление я зашла в класс, она меня представила. Я начала урок. Никто не баловался, никто не хихикал, никто не кидался тряпкой, никто ничего плохого мне не сделал. Я проверила домашнее задание, я объяснила новый материал, я задала новое домашнее задание. А на задней парте, надо сказать, этого класса сидел мальчик, звали его Миша Двойников, в которого я немножко влюбилась. Это была моя первая любовь накануне летом в пионерском лагере, мы были в одном отряде. И в этом пионерском лагере мы стали переглядываться друг с другом, вся наша любовь сводилась к тому, что мы просто смотрели друг на друга. Я не знаю, как он, а я этому очень сильно была рада. Так вот, он сидел на последней парте, а я вела у них уроки. Представляете, какое мое было состояние. И тем не менее, урок прошел нормально, никаких плохих там вещей не произошло. А я тогда впервые, наверное, для себя словила вот этот вот настоящий кайф, когда ты даешь людям какую-то новую информацию, да, а люди смотрят на тебя и слушают. И они как-то воспринимают эту информацию, никто не хамит, никто не перебивает. Боже мой, я стала бесконечно счастливым человеком. Вот так, наверное, впервые я прикоснулась к тому, вот к профессии педагога, будучи вот в таком вот очень возрасте небольшом. Ну и когда после 10 класса встал вопрос, куда дальше пойти учиться, в закройщики пойти, у нас был в городе какой-то, наверное, комбинат, где готовили закройщиков, там не надо было высшее образование получать. Я туда пойти не решилась, потому что были пятерки, четверки в аттестате, и я не могла себе, ну как-то мне хотелось получить высшее образование. И все, и случилось так, что я пошла в педагогический институт, куда, на математика, конечно же, да, получила профессию математик-информатика, математика-информатика тогда, что последствия мне позволило от работы в школе положенное время после института пойти на работу на завод, потому что какие-то первоначальные данные у меня были, и там я уже на заводе стала настоящим таким по тем временам квалифицированным специалистом-программистом. Ну вот, разрешите на этом пока мне прерваться. Я думаю, что продолжение следует, если вам интересно. Пишите свои вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и продолжение следует о том, как маленькая девочка из небольшого городка на Урале стала тем, кем я стала сегодня. Всего вам доброго, до новых встреч, всегда ваша Галина Коломейко.